Подъезжая к Рошалю, те, кто здесь давно не был, не узнают город. Те, кто не был никогда, не заметят ничего особенного. Но для родных жителей всё в диковинку. Даже обычная детская площадка. Раньше тут парковка была, сейчас тут можно повеселиться после школы. В догонялки. В драку. Снежками кидаем все иногда. Город, конечно, стал это. Заожил, как говорится. Не то, что сильно меняется, но он хоть и ожил. А то город был, как мертвый езжай. Рошаль пребывал в упадке. Никакой инфраструктуры. Точкой предела стала коммунальная катастрофа. Люди замерзали в домах. И тогда они решили покончить с позорным настоящим сами. Учительница в прошлом. Сегодня мать четырёх детей Галина Ханова, как татаморозив себе уши в собственной квартире, написала губернатору. И сработала. С апреля в городе новая власть и новый состав общественной палаты. А Галина Петровна её самый активный участник. В какой-то момент не выдержали. Заговорило чувство собственного достоинства. Хотите сказать, гражданское чувство. Вот мы подумали, что всё-таки надо что-то делать самим. У нас появилось взаимодействие власти и общества. Это у нас состоявшийся факт. Результат совместной работы – строительство двух домов. Первых за 20 лет. Открыли и многофункциональный центр. Своими руками благоустроили набережную. Даже возродили общественную баню. Больным вопросом остаётся подача отопления. Не его полное отсутствие, как это было раньше. Но с наступлением холодов тепло пока ещё не во всех квартирах. Ищут средства на дополнительной котельне. Хлопочут и по поводу работы в городе. Очень много предприятий закрылось и ушло отсюда. Но сейчас мы ведём переговоры, и они все возвращаются обратно. На сегодняшний день у нас уже выделен один земельный участок под строительство вагоноремонтного завода. 700 рабочих мест. В следующем году первые на ремонте социальные учреждения отремонтируют один из детских садов. А также построят новую школу. Сейчас в городе действуют три учебных заведения. До недавнего времени их было четыре. Пока в одной из школ не обрушился потолок. Благо в это время здания не было учеников. За свою непоседливость и активную жизненную позицию рошальцы получили губернаторскую премию «Наши Подмосковья». 500 тысяч рублей они вложат в развитие города. А неугомонная Галина Ханова, например, ищет инвесторов для реконструкции Мемориала Победы. Елена Ширяева, Анатолий Харламов, Новости 360. Субтитры создавал DimaTorzok